В сфере обслуживания населения в нашем городе работает 80 человек. Мы ежедневно на улицах в городском транспорте, в магазинах сталкиваемся с ними, но практически ничего не знаем о них, об их работе и жизни. Алла Клюжина – работник социального обслуживания населения, на попечении которой находится 13 бабушек и дедушек. С самого утра она спешит на помощь к своим подопечным. Нужно сходить в магазин, перебраться в доме, сопроводить бабушку в поликлинику и, конечно, обсудить самые наболевшие вопросы пенсионеров. Гостеприимные хозяева Гимать Менгатьевич и Марья Малеевна Бикаева всегда рады прихода социального работника. Для них она стала первым помощником в трудной минуте. Приходит всегда не только что-нибудь поделать, даже всегда гостиницу приносит, то, что мы ей и не вели. Ну, тут помогает нам, в аптеку сходит и в магазин, тут уборочку сделает. Лучше человека не надо, очень хорошее. До прихода в социальную сферу обслуживания населения Алла Клюжина 26 лет проработала воспитателем в детском саду номер 29. Об этом времени она вспоминает с радостью и удовольствием. В детском саду отработала я 26 лет и ушла на выслугу. Начала с 1969 года работать, так закончила педучилище. И вот все время работала в детском саду. Это любимая моя работа была. Казалось бы, совсем недавно Алла Клюжина поменяла рабочий статус воспитателя на социального работника. А запрещаем уже 15-летний опыт работы с пожилыми людьми. На обслуживании у Аллы Клюжиной нет ни одного человека, с кем бы ей не хотелось работать. Приходишь, вот Алла, скучно, ну скучно, вот, тоска. Ну потому что никого нету и скучно сидеть. Я говорю, ну телевизор включить. Да надоел он уже этот ящик, не хочется им. Им хочется вот живого общения поговорить, пообщаться. За большой период общения с людьми она научилась обходительно и терпеливо к ним относиться. В работе сильно помогает ее увлечение психологией и нетрадиционной медициной. Еще Алла увлекается поэзией и коллекционирует высказывания знаменитых писателей. Понравившись, обязательно берет себе на заметку. Не цепляйтесь за прошлое, не живите обидами. Вспоминайте хорошие и друзьям не завидуйте. Все, что было вам послано, принимайте как должное. При работе с детьми или пожилыми людьми Алла Клюжина всегда руководствуется одним принципом. Дарить своим подопечным частичку своей души. А люди отвечают ей взаимностью и каждый день ждут встречи с ней. Ведь все, что она делает, она делает с любовью к людям. И вот надо действительно жить с любовью и как-то обходить все проблемы.